Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Итак, шоткат, ссылка на плейлист со всеми уроками в описании. В прошлом видео мы говорили о ключевых точках, сегодня о том, как их можно применить и как вообще работать с эффектами в шоткат. С эффектами тут все достаточно, просто единственная сложность в том, что называются они тут фильтрами. Выбираете трек и фильтр, который нужно к нему применить. Тут феврит, основные по мнению разработчиков. На самом деле большинство из них не очень полезны, но это поправимо. Просто нажав на эту звездочку, вы исключаете фильтр из феврит и наоборот, нажав на звездочку рядом с фильтром, который вы считаете полезным, вы включаете его в закладку феврит. Вот он тут появился. Также тут есть поиск по эффектам, но это скорее для красоты. Что касается эффектов, берете, применяете и подкручиваете настройки, благо все по-русски. Эмулировали пленку, кинули зерно и добавили еще царапин. Ну такие цыганские приколы, как я их называю, но иногда добавляют шарму. Фильтры можно удалять, нажав на минус или отключать. Отключенные потом можно включить заново. По большому счету это все, что нужно знать об эффектах в шоткат. Кто-то просил меня в комментариях описать эффекты, но мне кажется, это лишнее. Во-первых, их тут много, то есть мне понадобится не один скринкаст. Во-вторых, они все русифицированы, большинство интуитивно понятно. Если непонятны, просто кидайте и смотрите, что происходит. Со временем соберете свой феврит. На этом можно было бы и закончить, но эффект сам по себе это инструмент, а приоритетное значение имеет то, как вы его применяете, то есть алгоритм. Поэтому сейчас я сделаю вот такую штуку и мне кажется, что отдельные действия из этого алгоритма покроют 80 процентов потребностей среднестатистического пользователя по монтажу среднестатистического ролика. Я не претендую на художественную ценность, делал на скорую руку, но просто ряд действий здесь не очевидны. О них нужно просто знать, но они при этом очень важны. Итак, начинаем с черной подложки. Первая неочевидная вещь. Тут есть закладка «Открыть другой объект». И здесь можно сгенерировать слой сплошной заливки. Выбираем цвет – черный. На самом деле мы можем выбрать любой абсолютно цвет, но нас интересует черный. И получаем такой абсолютно черный кадр. Это кстати еще не клип, его нужно переложить в проект и он станет обычным объектом. Вторая неочевидная вещь. И теперь кладем его на нижнюю дорожку. Для этого добавим видеодорожку. Этот переложим наверх, а этот сделаем подложкой. И теперь к верхнему слою применим эффект маска. Еще одна неочевидная вещь. Если бы у нас был только один слой, маска бы ничего не дала. Ничего бы не произошло. Она вырезает верхний слой. Вот таким образом. Теперь ее можно поднастроить. На самом деле это скорее кроп, чем классическая маска. А от маски у нее только понятие операции в настройках. Если останется время, расскажу об этом подробнее. Ну в общем-то все на глаз. Направляющих тут нет. Это все-таки не автор эффект. Хотя вообще, что это ее? Мне же нужны трубы, они более живописные. И применяя эффект позиция, я говорил, что он один из самых частых, смещаем кадр. Теперь то же самое делаем со вторым кадром. Заводим еще одну дорожку, кладем трек и повторяем действие. Ну и аналогично третий. Вот такая получилась история. Теперь надо бы выбрать момент появления поездов. В отражении он что-то все никак не появляется. Вот где-то здесь. А этот где-то здесь. И займемся текстом. Текст тоже будем генерировать, поскольку если наложить текст фильтром на видео, с ним нельзя будет работать отдельно. Так же перекладываем в проект и кладем на верхнюю дорожку. Кстати, если вы хотите взять клип не целиком, а какую-то его часть, здесь в окне просмотра нужно поставить in-out. Выбрать кусок, и вы возьмете только его. Настроим гарнитуру, размер и так далее. Мне не подходит. Вот этот. И добавим сюда размытие. Причем проставим ключевые точки. Вот в этой точке текст уже должен быть резким, а тут размытым. И добавим сюда еще масштаб. Со ста процентов до ста семи, например. Непонятно, только почему размытие осталось. А, забыл точку поставить. Ну и ладно. Все, теперь делаем Ctrl-C, заводим новый слой и делаем Ctrl-V. То есть у нас уже два текстовых слоя. Правим только что созданный, и опять Ctrl-C, Ctrl-V. Дело в том, что таким образом мы копируем слой со всеми эффектами и ключевыми точками. Нам не надо заново все делать всякий раз, достаточно просто изменить текст. И остается только разнести слова по своим местам. Все. Подрежем. Удалим хвосты. Отключим звук во всех треках, так как сейчас там какафония. И подложим аудиотрек с записью одной легендарной песни. Все. Окончательно ровняем и экспортируем. Нет, давайте еще кинем какой-нибудь эффект. Зерно, например, добавим цыганских приколов. Все. Теперь экспортируем и смотрим результат. Ну вот. В общем-то появление ключевых точек вывело эту программу на новый уровень. Конечно, пока ей далеко до премьер или до винчи, но технологии ведь не стоят на месте. Возможно, мы стоим на пороге заката гегемонии Adobe в видеопродакшене, чему лично я буду очень рад. Все. Любите друг друга. Снимайте, монтируйте, творите. Сейчас для этого есть все возможности. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.